Пара слов о пиаре. Как кружиться с трудным клиентом? Это касается не только пиар-агентств, но и всех рекламных агентств, в первую очередь консалтинговых фирм и тому подобное и прочее. Итак, как кружиться с трудным клиентом? Перевод из официальной книги Безумцев, Мэдмэн. Первое. Организуйте 24-часовую координацию телефонной линии специально для вашего трудного клиента. Включите один добавочный номер для сотрудников, который занимается исключительно выпечкой булочек с корицей, чтобы удовлетворить неутомимый аппетит вашего клиента. Упитанный клиент менее недовольный. Если на съемочной площадке клиент грубый, то спите с его женой. Требовательный клиент ожидает от тебя постоянной включенности в работу, во время сна, еды, соблазняя воспитателя детского сада и быть готовым к встрече в любое время ночи. Просчитайте легкий маршрут до вашего клиента. Каждая минута дорога для удовлетворения вашего клиента. Будьте храбрым. Пейте по возможности виски с содовой в течение всего дня, начиная со времени поддержки клиента. Когда ваш клиент что-то использует, объясняет или использует фразу, которая может быть поднята двусмысленно, объясните, опередите его. Принесите ему пользу, развеясь сомнения, что он говорит не о секте, а о бизнесе. Будьте как его сын, которого у него никогда не было. Действительно, почему вам не дать поверить в то, что вы могли бы быть его сыном? Слегка измените вашу манеру разговора, немного задержите рукопожатие, чтобы установить контакт и так далее. Если клиент хочет луну, сумасшедший, не может обойтись без луны, достаньте ему луну. Трудный клиент это обычно сумасшедший клиент. Если больше ничего не сработает, попытайтесь вскормить его грудью. Ну, а если вы не хотите, чтобы трудный клиент был вашим клиентом, вы можете просто поднять стоимость услуг в 2 или 3 раза. Это совет уже из моего твиттера. Но, а вдруг он согласится? Тогда все вышеозначенные советы вам пригодятся. Побольше вам трудных и стойких, трудных клиентов и стойких и стойкости. Потому что стойкость приносит всегда свои плоды.